Девушки отдыхают 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 стал, конечно же. Гарена Фрифайр, но после того, как... Гарена Фрифайр. Ну, это типа тоже Королевский Битл, как и Пабг. Но популярная игра на данный момент это Пабг. А, вот сейчас Пабг. Чтобы вы понимали, аж на 85% популярнее, чем CSGO. А абсолютный лидер аж с 2015 года. Это GTA San Andres. Он на 60% популярнее Пабга. И абсолютно... Почему не пятая? Почему San Andres? На 13 месте у нас Беларусь. А в этом раз я не могу не упомянуть про одну игру, которая была в тренде в этом году, но увы, в феврале ее обошли. Это Sand Boss. Ее создала белорусская студия C Games. И она же была самой популярной игрой с декабря 2019. Ну, Ролюк Радор и Стар, и уже померяются уже тренды. А на данный момент ее скачали аж 100 миллионов раз. Но, увы, в марте этого года ее заменила бесплатная GTA. Ну, конечно же, бесплатная раздача. Вторая по популярности игра у нас Brawl Stars. И, кстати, буквально одним процентом она опережает GTA. Сняв я этот ролик месяц назад, она бы была просто в тренде. Ну, и, конечно же, несокрушимый лидер... Minecraft! Ну, я же говорю, Minecraft везде в лидерах. ...которая на 88% популярнее всех других игр вместе взятых. Обратите внимание, везде одни и те же игры. Четы на танк, четы на себя. А что насчет игры, которая не теряет популярность и всегда в тренде? Реклама. На 12-м месте у нас Грузия. Так. Лидера я начал замечать еще... Опять GTA San Andreas. ...однако сейчас это на 50%... Почему ни пятый, ни четвертый в Чуссен Андрес? Начнем с игры в тренде. Ну, что надо это? Причем с 2017-го года... Я что, тоже бесплатно раздавали? ...месяц назад на ее место встал Valorant, ...однако хайп быстро ушел. Ну, Valorant, да, быстро хайповая игра там. Челорад Галев на Твиче, и все. Поиграли чуть-чуть и закончили. На данный момент вторая по популярности игра это у нас Minecraft с 49% игроков, но это на данный момент, через 2 недели она снова поменяется с фигуром. Вторая по популярности, не лидер. ...пабг мобайл с 51% игроков. И почему-то PUBG Mobile, а не оригинальный PUBG, у нас прям пипец, как много играют. На 11-м месте у нас Казахстан. У нас с Казахстаном почти схожая ситуация, так как каждые 2 недели игра в тренде заменяют друг друга. Это у нас Гарена Free Fire Catalyst и GTA Samp. А, кстати, очень-очень редко туда буквально на 3-4 дня влетает в PUBG Mobile, но в основном... Настолько все плохо. ...и на данный момент сам взял верх. А, но это временно. Вторая по популярности у нас Браву Старс, а кто бы сомневался... Мобилки и GTA San Andreas. Что, настолько все плохо? В Казахстане. А, ну, Майнкрафт, ну, конечно. Это одна из немногих стран, где сразу 2 лидера. Ну, то есть 50% страны играют в одну игру, а другая 50% в другую. Но начнем с игры в тренде, и это у нас Гарена Free Fire Catalyst, которую, правда, раз в месяц на 2-3 дня заменяет PUBG Lite, но в основном это Гарена... Лайт, не мобайл, лайт. ...игра в стране это PUBG Mobile, я реально не... А, да и лать-то не все компы тянут. Что у нас, друзья, что в Армении я дофига видел людей, которые в нее играют. А, наверное, потому что я не умею в нее играть. Сенсорный экран такой здоровый. Но, хотя, хотя, сравнивая с другими играми на Android, ну, она реально годно выглядит. И сразу 2 лидера, это GTA San Andreas и Minecraft. Причем, что интересно, они не меняются. То есть, половина страны играет в одну игру, а другая половина в другую. Почему именно San Andreas? Почему не более поздние версии? И вторая игра по популярности это одни и те же игры, просто на разных платформах. В тренде на данный момент у нас PUBG Lite. Опять же, очень редко ее меняет CS 1.6, но... 1.6! 1.6! 1.6! Ну, че? Ну, как бы, как ни крути, но даже PUBG Lite требователь... Даже не Source, 1.6! И всего-то на каких-то 2 процента оторвался и стал лидером у нас Minecraft. Minecraft, ну, конечно же. Большинство из вас смотрят сейчас со смартфонов, поэтому оставьте в комментариях флаг своей страны и напишите, в какую игру вы играете на данный момент. А неважно, на ПК, на консоли или на смартфоне, я вам... Мне интересно, вообще, кто-нибудь, что, в Counter-Strike Source еще играет вообще? На восьмом месте у нас Украина. Так. Я знал, что эта игра где-то обязательно будет. в тренде у нас, не удивляйтесь, но с 2014 года... Симпс в тренде в Украине? Симпс! И он иногда таки отдает свои позиции, например, месяц назад он уступил место GTA 5, но... Бесплатная раздача, конечно же. Вторая по популярности игра у нас была Brawl Stars, хотя... Мобилки. Конечно же, Майнкрафт! Опять Brawl Stars! Мобильный... Как можно играть в это на мобилке? Я не понимаю. Вторая по популярности. И два лидера, которые сейчас сошлись вместе, это GTA Samp и Brawl Stars. У них 50 на 50, но все же, думаю, Brawl Stars... Одни и те же игры, обратите внимание. Last of Us. Это единственная страна в списке, у которой каждый месяц в тренде новая игра. С начала года это был Half-Life Alyx, потом бесплатная GTA 5, после Valorant, ну правда, ну все-таки у вас как бы Россия страна попогаще, чем остальные страны в СНГ. Естественно, там... Это Sims 3 и Sims 4. СИМС! СИМС популярный в России! Ты что, угораешь? СИМС. И сразу два лидера, которые меняют друг друга раз в неделю, это CS GO и Майнкрафт. А, кстати, что интересно, Майн господствует только у нас в СНГ. На западе у них Call of Duty и Fortnite. А, еще не забыл, кстати, объясните мне, старперу, что за прикол с CS GO Source 2. Не знаю, в СНГ, еще раз спрашиваю. после скачать в КС. Да, блин, СИМС! В России! Я никого не видел, что кто-то играл в СИМС! Но на данный момент в тренде у нас GTA San Andreas. Опять San Andreas. Хотя буквально месяц назад они были на втором месте по популярности. Но сейчас их обоих обошел Brawl Stars на 7%. Опять это Brawl Stars везде. Хотя месяц назад на ее месте был CS GO. Но что там прям быстро Ну, только потому, что он бесплатный. На втором месте у нас Туркменистан. А я не знаю, почему, но в тренде на время попала CS 1.6. Однако, спустя неделю свое место отвоевал PUBG Mobile и сейчас уверенно держит позиции. Именно Mobile. Вторая по популярности игра, причем с 2016 года и не меняется, это Minecraft. И абсолютный лидер, который популярнее Майнкрафта на 23%, это GTA San Andreas. А на первом месте я решил, почему бы не добавить США. Только одна игра, которая популярна у нас, популярна и у них. Но давайте начнем с трендов. В тренде на данный момент у них Warzone и я поиграл реально... Ну, Warzone, к сожалению, у нас не выходил на PS4. И дофига русскоговорящих игроков. Вторая по популярности игра на данный момент у них Minecraft и если бы не Трэвис и его концерт, то он бы был у нас лидером. Но, увы, Трэвис свое дело сделал и лидером на данный момент у нас остается Fortnite. На этом, пожалуй, все. Огромное вам спасибо за просмотр. Надеюсь, данное странное и ненормальное видео вам понравилось. Присоединяйтесь к нашей большой огромной ненормальной YouTube-семьне. Если по какой-то причине вы еще не знали, ну и не забывайте рассказывать своим друзьям. Всем огромное спасибо и все, пока. Ну, блин, серьезно? Где он это нашел про то, что Sims популярен у нас в России? Где? Никто из моих друзей не играет в Sims. Ни одного ютубер, кто бы мне попадался, не играл бы в Sims. Откуда это взялось? Откуда? И Украина тоже туда же. Сим Симсом. Как? И, обратите внимание, везде одно и то же. PUBG, Minecraft, CSGO, Brawl Stars. Везде. И San Andreas. Почему San Andreas? Почему San Andreas? Неужели настолько все плохо в этих странах, что не могут даже GTA 4 и GTA 5 не купить? И у них что, настолько древние компы, что они играют только в такое старье? Да уж. Ну, понимаете, еще у всяких разработчиков, у них как бы ориентир, для них в первую очередь это Россия, а вот с остальной страны СНГ, это у них уже, для них уже дело десятой, по сути. То есть, выпуск там для них уже, они, по сути, там выпускают уже на русском языке только, по-моему, мало каких игр там выпускают, например, с белорусским, украинским языком, с казахским. Я таких не встречал. Ладно, если вам понравилась моя реакция, пишите на канал, ставьте лайки, если меня на конечном подписывайтесь, подписывайтесь на другие каналы, подписывайтесь на группу ВКонтакте, подписывайтесь на канал KingDM, если понравилась эта реакция. Напишите еще в комментариях, хотите ли вы, чтобы я еще снимал реакцию на KingDM, мне просто интересно. Надеюсь, мне ничего не прилетит за это. И до следующего видео.